всем приветик сегодня хочу показать свою коллекцию бегоний она у меня небольшая состоит всего лишь из нескольких штук меньше десяти коллекции бегоний у меня и самые простые сорта но я их очень сильно люблю и они меня тоже любят со мной дружат вроде бы растут неплохо сейчас у меня новый способ выращивания бегоний раньше я просто так сажала в грунт а теперь с недавних пор я все свои бегонии также как и папоротники сажаю на фитильный полив вот это бегония коралловая самая простая сорт советских времен листья у нее очень крупные достигают самые крупные листья 25 сантиметров в длину ширину я не мерила не знаю здесь у меня сидят три кустика в большом горшке горшок по моему 5 литровый или три с половиной наверное все таки три с половиной так как у этой бегоне очень мощный корневая мощь мощные стволы мощные листья сама она по себе вся мощная поэтому горшок я ей подобрала тоже не маленький очень жду пока она разрастется была она у меня высокой большой недавно я ее раскромсала на три черенка и вот они уже прижились стояли стоят под подсветкой скоро не поместится там уже буду убирать на окно на кухонном окне у меня сейчас есть свободное место может туда поставлю но в принципе этой бегоне разницы нету где стоят где стоят где расти она везде растет хорошо хоть под подсветкой хоть на настоящем освещении на естественном растет она хорошо хоть на фитиле хоть без фитиля просто я сейчас все свои бегонии пересадил на фитиль и заметила что растут они намного лучше на фитиле чем без фитиля без фитиля я могу их подсушить и они моментально засушивают свои красивые листочки а на фитиле всегда пьет берет с этой веревочки с этого фитиля сколько нужно воды и все все замечательно в росте в уходе фитиль покажу на другом горшке потому что этот горшок очень тяжелый поднимать тяжело мне вторую вот эту половинку черную давайте уже перейдем к следующей бегоне а то я уже кручу и верчу эту три минуты целых так как она просто божественная красивые очень не могу оторваться сама смотрю в камеру и любуюсь ей следующий бегоне это крапчатая есть у нее название называется на как-то по-другому но я называю и многие ее называют бегоне крапчатая тоже был у меня один высокий куст огромный шикарный и я решил его разрезать расчеренковать на три черенка вот там один ствол материнский он еще не пустил точку роста и 2 череночка один вот поменьше и другой побольше так как я их недавно совсем черенковал и пересаживала на фитиль они у меня еще не разрослись но уже красотки уже выглядит хорошо примерно они только около месяца у меня на фитиле сидят да наверное месяц и это они уже выросли сажала я их меньшего размера череночки это тоже на фитиле здесь по моему горшок 1 и 7 если я не ошибаюсь сейчас попробую поднять показать как выглядит фитиль если кто-то не знает вот такая веревочка и водичка очень нравится это бегонием растут они просто замечательно именно на фитиле советую всем грунт должен быть тоже легкий воздухопроницаемый и немного подкисленный грунт подходит такой как для родных следующая красотка это бегония фиста этот сорт тоже советских времен обожаю его просто этот сорт раньше он у меня никогда не рос толком всегда были с ним проблемы немножко вырастет листочки засушивает и таким большим он у меня редко когда вырастал а вот как посадила я на фитиль так и радуюсь и я и это бегония растет не по дням а по часам просто листья а громаднейшие камеру общение передает прямо на камере очень мелкие листочки смотрятся они наверное в диаметре мне кажется сейчас метод линейка должна вот этот лист хорошо видно один с половиной диаметр листа вот это тоже очень крупный тоже 11 это наверное у меня самый любимый сорт из всех бегоний хоть сейчас и сортовые красивые бегонии существуют камер не передает сейчас оттенка всего но я просто обожаю этот сорт не знаю почему смотрите вот обратная сторона какая красная стоит она у меня под подсветкой но и на естественном освещении тоже она будет расти неплохо она фитиле еще лучше да здесь немножко не передается оттенок так как первые сорта первые два сорта бегонь бегоний передавался от оттенок а это не особо передает хотя вы час вот здесь более более менее видно следующий бегоний это макулата у меня два экземпляр чека их вот это более побольше экземпляр этот поменьше тоже все сидят на фитиле и очень нравится буду я их соединять вместе вот эти все экземпляр чеки вот эти вот два тоже посажу сюда же и буду вот такой горшочек покупать чтобы сразу не в стаканчиках стояли горшочки и смотрелось красиво пока вот так вот сидит небольшом горшочки и тоже на фитиле обалденные горохи камер почему-то не особо передает весь оттенок всю красоту и размер листьев тоже крупнее чем кажется здесь без фитиля кстати у меня тоже на капризничала постоянно листочки сушила новый вырастет один вырастет другой засушит а сейчас на фитиле просто идеально себя чувствует макула . и последнее бегония что есть в моей коллекции это бегония бегония грифон была она у меня огромнейшая сейчас после пересадки листочки все отпали у нее большие старые были с ладонь листья и вот новая на наращивать тургор хороший она очень быстро их нарастить потому что это бегония беспроблемная листья у нее тоже растут не по дням а по часам пересадил ее совсем недавно наверное неделю где-то назад может дней 10 буду ждать от нее красоты на этом буду со всеми прощаться желаю всем хорошего настроения здоровья счастья любви благополучия и пока пока до новых встреч